Наибольший рост у нас был на платные виды услуг. Платные мы относим это в услуги жилищно-коммунального хозяйства, это в услуги транспортно-связи, сферы бытового обслуживания населения. На продовольственные товары всего только 5% по Свердловской области. Значит, этот показатель в 2011 году был зафиксирован. Начиная практически с 2008 года, здесь представлено на диаграмме верхний график, это количество значительно умерших, и вот снизу это количество родившихся. То есть мы видим, что в 2008 году кривое, так называемое кривое количество родившихся на территории города Екатеринбурга пересекло кривую тех показателей по смертности населения. Таким образом, порядка 2000 новых детишек, значит, новых семей, которые у нас на территории города Екатеринбурга образуются. Ведь 2000 детишек у нас ежегодно рождаются. Поэтому сейчас у нас стоит просто проблема по детских садам. Мы понимаем, как сцены эту ситуацию вести, и тем самым понимаем, что дальнейшее профессиональное образование должно в городе Екатеринбурге быть на достаточно высоком уровне. Ну и теперь, переходя уже к непосредственной теме нашего сегодняшнего обзора, скажем так, представлю информацию по количеству предприятий, работающих на территории города Екатеринбурга в сфере индустрии красоты. На сегодняшний день в городе Екатеринбурге более 160 предприятий, оказывающих услуги в индустрии красоты. Динамика с 2008 года мы показали последние 4 года. То есть видим, что в 2008 году их было 550 с небольшим. Буквально за 4 года этот показатель практически на 40% увеличился. Поэтому бизнес интересный, бизнес достаточно ликвидный, бизнес интабильный. Я думаю, что потом коллеги-эксперты тоже подтвердят. И на сегодняшний день, наверное, можно говорить с уверенностью, что парикмахер без работы никогда не останется. То есть это, скажем так, этот человек, который нашел себя уже в своей жизни, он будет обеспечен куском хлеба. То есть без средств для проживания, безусловно, он не останется. Далее проводим мы традиционный метод по развитию соответственной сети. Ну и этот мониторинг показал нам, что порядка 20% предприятий нам показали, что в среднем у них снизился показатель по объему предоставляемых услуг. У половины предприятий сохранился на прежнем уровне, и порядка 30% показали предприятий рост по своим услугам. То есть традиционно где-то с марта месяца наблюдается, но ежегодно с марта месяца это увеличение спроса на процедуры по уходу за отделом и лицом. То есть наши девушки готовятся уже к летнему периоду, хотят быть красивыми, чтобы покорять наших мужчин. Далее, какие мероприятия в городе традиционно на территории города Екатеринбурга проводятся? Ну, безусловно, это различные чемпионаты, это региональный чемпионат по барикмахерскому искусству, это городской чемпионат по барикмахерскому искусству. Для чего мы на этом мероприятии подходим? Безусловно, отдавая себе отчеты и понимая, что все-таки уровень качества предоставляемых услуг на территории 4-го города, на территории Российской Федерации должны соответствовать определенным международным стандартам. Традиционно мы выезжаем на различные конкурсы и на чемпионаты, в том числе на чемпионат России по барикмахерскому искусству в город Москву. Три года подряд команда Екатеринбурга занимает первое место. Мы становимся чемпионами России, в том числе и ваша заслуга, тех руководителей салонов, которые здесь на сегодняшний день присутствуют. Ну и хотелось бы сразу обратить внимание молодых, будущих молодых предпринимателей, которые готовы будут вложить определенные инвестиции в этот образ. Мы также будем вас нацеливать на то, чтобы ваш персонал максимально проходил повышение квалификации, а повышение квалификации возможно где на конкурсах различных мероприятий. Дальше. Ну и традиционно планы на 2012 год мы при себе, соответственно, определили с руководителями предприятий области. Они обозначены, я отдельно на этом останавливаться не буду. Ну и вкратце, две речи документов, необходимых для того, чтобы ваше предприятие открылось. Но, безусловно, тот нормативный документ, был федеральный закон, который был принят президентом Российской Федерации, он нацелил на то, чтобы власть максимально давала зеленый свет нашему малому бизнесу. Поэтому никаких контрольных функций на администрацию города, на администрацию районов не возложено. Таким образом, мы не имеем никаких контрольных функций. У нас контрольные функции остались только за органами полиции, МЧС, Роспотребнадзором. Но, тем не менее, перед любой проверкой, перед любым выходом на ваше предприятие, на ваше будущее предприятие, должен быть составлен график по тому или иному ведомству, в соответствии с которым, если обозначена проверка на 2-е время 2019 года, 3-го числа и 1-го, соответственно, обозначена дата, обозначена время. Другой уровень для них, безусловно, соответственно, никаких контрольных мероприятий, мешающих вашей работе, они проводить не могут. Свидетельцы государственной администрации, здесь все обозначено. Далее, в соответствии также с федеральным законом, любое открывшееся предприятие обязано уведомить администрацию муниципального образования, местный Роспотребнадзор о том, что они открылись. Соответственно, вы подаете письменные уведомления, допустим, в администрацию города Екатеринбурга и Роспотребнадзор по городу Екатеринбурга о том, что на улице 1 в городе Екатеринбурге открылась парикмахерская на 3-4 лет. Это, пожалуй, все, скажем так, обязательные требования, которые на сегодняшний день предусмотрены в соответствии с действующим законодательством. Ну и, безусловно, не забываемо с вами, если ваша парикмахерская нацелена на то, чтобы получить, оказывать услуги косметологические, то вы должны получить лицензию на осуществление медицинских, на доставление медицинских услуг. Поэтому, соответственно, это достаточно очень серьезный процесс, то есть определенный перечень необходимых документов по медицинскому лицензированию. Поэтому, я думаю, что Екатеринбург отдельно потом на этом остановится и информацию вам доведет. Ну и, уважаемые коллеги, не забывайте о нашем с вами потребителе. Закон о защите прав потребителей никто, наверное, с вами не отменял. Соответственно, доска информации для потребителей с указанием всего того, что здесь указано, она должна быть у вас, как говорится, информацией в полном объеме. Поэтому открывайте предприятия, растите бизнес, продвигайте. Возможно, это будут наши досетевые проекты, досетевые объекты. По недельникам еженедельно с 16 до 17 часов готовы прослушать какие-то идеи, новые технологии, веяния и так далее, чем сам он напитан, готов, соответственно, поделиться. Небольшая информация, но если есть вопросы, то, безусловно, готов пояснить. Спасибо. Коллеги, задавайте вопросы. Я задам вопросы, которые вы думаете. А можно уточнить, какую помощь, что же таки более конкретно можно ожидать от вашего комитета? Может быть, есть какие-то конкурсы, результаты выписывающих, которые обслуживаются? Большой грант, конференции? Значит, ну, самый человек, который наделен информацией, он своего рода силен. То есть, соответственно, мы готовы вам предоставить информацию по любому микрорайону, району города Екатеринбурга, где не хватает той или иной услуги, потому что мы понимаем, что все-таки проведение мониторинга, ну, наверное, бизнес в этом плане, наверное, меньше может получить какую-то информацию, нам надо сделать проще, поэтому мы готовы информацию давать. Информация, как говорится, она бесплатная, без ограничений. Это первое. Второе. На сегодняшний день, если мы говорим о какого-либо различного рода конкурсных мероприятиях, допустим, если мы готовим команду города Екатеринбурга на чемпионат России в город Москву, я готов рассмотреть возможность подчастичной компенсации расходов того участника, который в этом процессе будет задействоваться. На итоговом вы получаете, что ваш сотрудник, проходя конкурс, повысил квалификацию, соответственно, он вложил в себя определенные финансовые ресурсы, и, значит, этот человек, он уже имеет определенный навык и умение в дальнейшем, после повышения курса, повышения квалификации, он может эти деньги, ну, так называемо, отработать. То есть, квалифицированный специалист, любой салон, его просто с руками отберет. Коллеги, имею в виду, что хорошее маркетинговое исследование, качественное, стоит около 100 тысяч рублей. И эта информация, которую бесплатный комитет предоставляет, она реально наносит очень большой церкви. Еще вопрос. У нас есть федеральный закон, в соответствии с которым все муниципальное и федеральное областное имущество, но для того, чтобы получить необходимо пройти некую процедуру торгов. Соответственно, вы, допустим, заявились на помещение, вам необходимо то или иное помещение. Во-первых, на сайте администрации города Екатеринбурга, Екатеринбург.РФ, есть у нас такой сайт, на страничке Департамента по управлению муниципальным имуществом, заходите на эту страничку, и еженедельно на этой страничке обновляется информация по вакантным, по свободным муниципальным площадям. Соответственно, вы заходите туда, смотрите, выбираете любой заинтересовавший вас объект, адрес, мы можем его показать. Соответственно, потом вы заявляетесь, на него, если кто-то еще из субъектов предпринимательской деятельности подал заявку на этот объект, то происходит аукцион. То есть, кто выгоднее условия нам подложен, за ответственностью будем заключать договор. Сейчас повторюсь, это требует федерального законодательства. Продолжение следует...